Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди и Скотом была открыта страница на NDDB для игры FNAF World. Когда-то давно-давно он уже её создавал, но потом она была по какой-то причине удалена. Теперь он её создал снова, но уже с интересными и новыми скриншотами. Эти скриншоты приоткрывают нам новых персонажей, о которых мы не знали, а также их способности. Итак, поехали. И значит, первый у нас скриншот, на котором изображена битва аниматроников против прототипов аниматроников. В данный момент ходит Фредди, судя по кружку вокруг него, и у него есть способности. Причём, обрати внимание, у каждой способности свой цвет. Зная игры подобного рода, скажу, что цвет обозначает, скорее всего, тип атаки. То есть против одних противников один тип атаки, против других противников другой тип атаки, типа системы покемонов. Что там, камень бьёт молнию или как-то так, ну вы поняли. Какой из цветов, что именно обозначает, сказать трудно. Кстати, заметь, у Фреддика есть способность бёрдой, что значит день рождения. Это имеет белый цвет. Либо это будет бафом на всю команду, либо это будет способностью, на которую он откусывает лобную долю противнику. Ещё есть бросок микрофона и колесо пиццы. Следующая картинка показывает, как мы будем ходить по самому игровому миру. Кстати, обрати внимание, что Фредди выглядит каким-то слеган со злым. Довольно такая мультяшная изометрическая графика. Ничего, в общем-то, особого об этом сказать нельзя. Скажу только, что именно в таком режиме, скорее всего, нападать на тебя будут противники. Причём, они будут нападать рандомно. То есть, когда ты двигаешься, в любой момент на тебя могут напасть какие-то враги. Примерно как в тролль-версии FNAF World. Следующая картинка показывает нам способности Боняши. У него есть красная способность и жёлтенькая способность. Первая это что-то типа ударного зажима или как-то так. Короче говоря, удар. Вторая способность, как говорит Гугл, это низкокачественная еда. То есть, он будет кидаться во врагов чипсами или что-то такое. И последняя это призовой шарик. Заметь, что способности у аниматроников разные, что отражает как бы больше их сущность, делая персонажей уникальными. Но было бы неинтересно, если бы у каждого персонажа был там, я не знаю, укус, бросок пиццы. И я не знаю, какая-нибудь специальная атака. Но это было бы не круто, не интересно. А здесь каждый персонаж имеет свои собственные уникальные способности. Но в определенной степени уникальные. К примеру, способность Пицца Уилл, что значит колесо пиццы, мы также видели у Фантома Мангл в трейлере. Но также мы видели её на картинке у Фреддика. Так что иногда всё же способности будут повторяться. Хотя всё же заметь, что у Мангл Пицца Уилл 2, а у Фреддика Пицца Уилл 1. Так что возможно, они хоть и имеют похожие названия, но будут иметь какие-то отличия, значительные или нет. Также по открытому рту Фредди понятно, что аниматроники будут иметь собственные анимации, так сказать, стояния, пока они не производят никаких действий. Фредди, к примеру, судя по всему, будет здороваться с противником. Ну и последняя, наиболее клёвая, на мой взгляд, картинка. Она показывает нам, что теневой Бонни будет в игре. И вот она показывает его способности. Также она показывает нам эндоплюштрапика, настоящего плюштрапа и плачущего ребёнка. Мне очень интересно, какие способности будут у плачущего ребёнка. И дерутся они, судя по всему, с прототипами Фредбера, судя по их шляпкам. Первую способность нормально перевести довольно трудно. Это имеется в виду, типа, призрачный удар или что-то такое. Я перевёл как наваждение. Следующий это мимический шарик, что бы это ни значило. И подарочные коробочки. Что все эти способности делают, вообще не знаю. Но они все имеют жёлтенький цвет. То есть можно предположить, что это какая-то, типа, магическая атака или что-нибудь такое. Потому что, учитывая, что Шадоу Бонни это призрак, значит, он, по идее, не должен наносить физические удары. Напишите, как вы думаете, какой цвет отвечает за какой тип атаки. А подробнее о боевой системе мы поговорим в следующих видео. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Подписывайтесь на новые видео, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока-пока. Удачи!